А мы продолжим говорить о юбилеях. 20 лет в 2018 году отмечает Губкинский городской совет профсоюзов. Об организации ее целях, задачах и планах мы поговорим сегодня с председателем Губкинского территориального объединения организации профсоюза Ларисой Тимошиной. Доброе утро! Доброе утро! Конечно, мы сначала вас поздравляем с юбилеем. Лариса Викторовна, расскажите о самой организации, что она из себя представляет. 20 мая 1998 года на общегородской профсоюзной конференции было принято решение о создании Городского совета профсоюзов. Все мы знаем, что тот период характеризовался спадом производства, невыплатой заработной платы, задержкой заработной платы. И вот возникла необходимость создания вот такого координационного центра, который бы мог координировать действия профсоюзных организаций. На тот период уже были в городе, в организациях, в предприятиях созданы первичные профсоюзные организации. Принято решение объединить их в едином составе, чтобы была возможность представлять интересы в администрации города, в прокуратуре города, в судах. Так как первичные профсоюзные организации, не имеющие регистрации, в Министерстве юстиции, они не могут сами представлять интересы членов профсоюза. Поэтому такая необходимость возникла и решение было принято. Оргкомитет возглавил на тот период Строкин Александр Иванович, который в дальнейшем и возглавил профсоюзное движение города. И было принято решение создания и защиты прав работников в данный период. Организация продолжала свою жизнь, набирала обороты. Основные цели задачи это защита прав работника. На сегодняшний день организация продолжает те первые начинания, которые были, те цели задачи, которые были поставлены. Сегодня сколько человек объединяет организации? Если брать по количеству первичных профсоюзных организаций, то объединяет 28 первичных профсоюзных организаций, которые созданы в предприятиях и организациях города. Это 6300 членов профсоюза. Сегодня все ли работники знают о своих правах? И если возникают какие-то ситуации, то как должны они отстаивать свои права? Я думаю, что сегодня такое время, что многие грамотные понимают и знают свои права. Но разные ситуации бывают. Я понимаю, что если создана профсоюзная организация, то она в любом случае проводит разъяснительную работу в своих первичных профсоюзных организациях. У них созданы комиссии по трудовым спорам. Если возникает такая ситуация, работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам. Если вопрос выходит за пределы, можно обращаться и в прокуратуру, и в суды. Но моя позиция такая не выносит сур из избы. Я всегда нацеливаю своих председателей совета, чтобы баланс интересов работника-работодателя всегда соблюдался. И хочу сказать, это важно, потому что многие вопросы можно решить, не выходя из дома, скажем так. Поэтому разъяснительную работу проводить в любом случае надо. На данный период у нас заключено соглашение о сотрудничестве с прокуратурой города Губкинский. Поэтому мы можем в таком информационном порядке обращаться к ним и для разъяснительной работы. 20 лет, то есть уже такой большой приличный срок. Что поменялось? Возможно, поменялись ли какие-то ваши основные задачи, цели добавилось ли, что-то новое? Основные цели и задачи профсоюзов, они не поменяли. Защита прав работника, повышение заработной платы, ненарушение прав работника. Это основные цели и задачи были. Ведь профсоюзом в России более 100 лет. И те же цели и задачи у нас и остались основные. Понятно, что, конечно, больше информированности. Кстати, вот в преддверии юбилея произошли такие значительные события, я считаю, такие знаковые события и в жизни России, и в жизни членов профсоюза. Потому что все мы знаем, что поддержана инициатива профсоюзом, решением Конституционного суда. Принято решение о невключении минимальной размера оплаты труда, это мрот, северных полярок. Это важно, северных надбавок. Второе решение поддержано инициативой профсоюзов президентом Российской Федерации о повышении минимального размера прожиточного минимума. И с 1 мая мрот у нас составляет 11,163. Я считаю, это такое знаковое событие. Ну, понятно, законы принимать мы можем и умеем, но их надо соблюдать. И вот тут начинается такая серьезнейшая работа профсоюзов. То есть мы должны отслеживать, чтобы не нарушались права работника. Потому что многие регионы уже заявляют о том, что нехватка бюджетных денег, начинается перевод работника на почасовую оплату труда. То есть многие есть моменты, которые в общем-то как бы в любом случае профсоюз должен отслеживать. И красной чертой в коллективных договорах это должно быть зафиксировано. Потому что, ну, вот наша основная задача. Ну и потом, как бы в преддверии юбилея, нами сделан такой, в общем-то, всеми профсоюзами Ямала сделан нам подарок. 18 апреля Генеральным Советом Федерации независимых профсоюзов России, это Москва, принято решение о включении двух регионов в состав Федерации независимых профсоюзов. То есть 20 лет мы шли к этому событию. Вы знаете, это, наверное, было и моей такой вот мечтой, чтобы объединить на Ямале, чтобы на Ямале были сильные, Ямал и на Ямале были сильные профсоюзы. И мы напрямую входили в состав Федерации независимых профсоюзов. Что это дает? Это дает дополнительные гарантии. Это дает информированность. Надеемся, что сотрудничая напрямую уже с Федерацией независимых профсоюзов, возможно будет и возможность членам профсоюза отдыхать в профсоюзных санаториях, потому что все мы понимаем, что на сегодняшний день оздоровления работника особенно бюджетной сферы у нас на сегодняшний день нет. Мы поздравляем вас, вашу организацию с этим прекрасным праздником. Вы, думаю, у вас сегодня есть возможность поздравить всех членов с таким прекрасным юбилеем. Да. Конечно, мне хочется прежде всего поздравить с юбилеем членов профсоюза, не только членов профсоюза, а и работников, все, кто стоял у истоков создания вот такого профсоюзного движения в городе. И от всей души пожелать здоровья, благополучия, удачи, потому что, конечно, немаловажно, и мужества в нашей нелегкой работе. Спасибо вам большое, что встретили этот раз с нами. И еще раз с праздником вас.